И на прошлой встрече с Natic, что этот парень набивает по 90 ADR за карту, поэтому я бы еще не спешил бы аутсайдер списывать со счетов, все-таки карта для них комфортная, они ее очень давно играют этим кором. Ну посмотрим, с другой стороны как-то четенько классно отыграли первую карту, ну понятно, свой выбор Cloud9, так все спокойно, без паники, там только возникали проблемы паузы и сразу все это фиксилось, ну и знаете, вот пугает еще Широ, у которого просто великолепно все залетало на первой карте и здесь у Джейма будет проблема, у него там еще своя игра, там капитанить, еще нужно, тут еще и Широ перестреливаться. Еще и Широ перестреливаться, кстати, Смок в окно прилетает, через центр разыгрывает свой пистолет на раунд, сплит базы А от аутсайдерс, в яме ждет кикер первого контакта, Широ уже наваливает потихонечку коннектор, на фане погибает в джангле, Хоббит выбивает бомбу в яме, а тут уже проблемки первые для аутсайдерс в этой карте мираж Широ. Как же Флит вовремя подстраховал своих тиммейтов, а бомба до сих пор в яме, надо каким-то образом занимать яму, забирать эту бомбу, Хоббит выигрывает очень много времени для своих тиммейтов, но они пока не двигаются, Хоббит погибает. Что ж так долго там шла перетяжка, все-таки ждали какого-то подвоха Cloud9, но походу пока все начинается очень приятно для аутсайдерс, 4 в 2 ситуация, бомба стоит, там даже если каким-то чудом проиграть пистолетку, у тебя есть шанс хорошо зафорсить, но по идее должны закрывать прямо сейчас этот раунд и уже форсить будет, возможно, команда Cloud9, а может быть и сыграют полнек, а тут уже, как они решат, Аксель с арморчиком, да, остается, по нему есть информация, он просто убегает. Вот так вот, был шанс у Cloud9 выиграть этот раунд, вот попади тут сразу из-за фаера. Да, была бы уже ситуация 3 в 3, возможно бы бустер бы с Акселем немножко быстрее двигались в сторону база, потому что понимали бы... Ну что тут куча игроков, там бомба в яме. Да, куча игроков, бомба в яме, да. Ну и этот минус тоже не зашел, флит вовремя вышел с ковров, ну а дальше, ну Абай там рисковал, конечно, в такой позиции отыгрывать, там на тебя двое выходит, тебе уже сложно. Может быть стоило просто снизу в тупую перестреливаться, там мансеваться, и это было бы поэффективнее, но мы уже не узнаем, да, как бы было бы лучше. Вот здесь все круто с плентом, но вот этот минус, он просто все переворачивает, и дальше вдвоем, да, опикнули яму и спокойно доиграли эту пистолетку. Игроки команды Outsiders будет Force, Scout, Famas, MP-шка, P-шка, Deagle, ну и чуть-чуть гранат докупили, да, парочка смоков, там флеш-хайей есть. Достаточно сильный Force, как для второго раунда, уже которую встречу подряд мы наблюдаем, Famas. Там Иширо еще 800, Аксель успевает сейвить, и посмотрите, начало хорошее. Аксель с Famas просто выходит, шарта забирает Джейма, есть энтри, ну и смотрим, какие будут варианты. Там в коврах стоит Kickert пока что ближе к террористскому респауну, разрывается на яму. Здесь в центре уже, да, засветился, флит получил урон, 55 хп, там с подвала выходит Fame, занимают центр игроки атаки, бомба вообще на телевизоре сейчас забирает Кайрон. Ответ есть от Fame, очень важный минус, забирает Нафаню, окно, все-таки Аксель, второго, третьего мог забрать, сколько урон, 31 хп, Fame, 3 в 3. Ну вот Famas, а, забрал Широ. Забрал Широ Famas, и посмотри на позицию Хоббита, может он тут в упоре дать минуса, как раз таки на выходящих из ямы. И Широ там тоже недалеко может помочь в случае чего. Да, и выглядит этот выход с ямы на самом деле не очень круто, но возможно Калашик еще сработает. Kickert идет первым номером. Так, по-моему, заметили Хоббита, да, заметили Хоббита, а Хоббит заметил? Может по радару? Хоббит тоже заметил. Есть коктейль молотовая у Kickert'а, вот сейчас он его как раз таки прокидывает, но Хоббит немножко меняет угол, долго тут живет, Kickert все-таки его забирает. Широ пытался с голову дать какой-то нереальнейший хайлайт, но Кайрон остановил его. Бустер остается 1 в 3. И всего Диггл на руках. Да, шансов, конечно, немного. Ну а вот так появляется побольше, минус 2 и красный фейм 1 на 1. Какой переворот, что творит бустер? Ждет Б, но ты ж... Нет, нет, он просто ждет игрока с Б, он видел, что он выбил только что бомбу. Бомба ставится на пленте, фейм пока вообще не знает куда выйти. Переключается на джангл, смещается ближе к яме или сэндвич. Сэндвич он занимает и ждет оттуда как раз игрока в КТ. Но если бустер сейчас уже начнет двигаться... Очень рискованная позиция сейчас у фейма. 11 хп, бустер должен проверять его на фейм! Как же попадает с первой пули НТ, бустер, очень сильные 2 хэдшота. Я уже поверил, что он возьмет этот раунд, но не угадал он с позиции фейма. Да, если как-то у фейма не полетела, второго шанса, наверное, бустер бы не дал. Там нужно было просто одну пулю попасть куда-нибудь там в тушку, но важнейший раунд вытащил. Фейм, пауза. Так, интересно, кто же ее поставил все-таки? Либо же это как раз такие аутсайдерс поставили, чтобы выдохнуть после такого напряженного раунда. Тайм-аут ставят именно они, да. Да, жесткий, сложный клатч-момент. Груф решил пообщаться с командой, но не знаю, вряд ли они сейчас все-таки зафорсят еще раз. Понимая, что там не так много экономики у соперников, сейчас бустер, конечно, нормально повыбивал. Вот эти 2 хэдшота сдегла от бустера, ох, как он поставил первому и какой выпад на второго. Жаль, не удалось ему выиграть этот раунд. Он, да, ждал какого-то сложного варианта от соперников, он мог просто оставаться там в джангле, выйти на головы там с этим деглом уже, просто искать третьего там где-то рядышком. Но он никогда не знаешь, да. Даже посмотри о каких он вещах думал в этом клатче один в один, что Фейм, красный был в подвале, мог пойти луркать с Б, обходить, играть очень неожиданно, потому что у него как раз таки хп не было. А представляешь, не было инфы, что красный? Должны были, по идее, сказать? Должны были сказать, да. Как-то... Ну вот он как раз таки из-за этого ждал Б, ждал какой-то рисковый долгий лурк, видишь, проиграл этот клатч один в один. Да, да, тут сложные варианты, банально, если бы там оставался, просто вообще двигался бы просто с этим деглом, может быть, и затащил. Но давайте посмотрим на экономический раунд, тут, по идее, должны легко забирать уже третий аутсайдерс, ну а потом, что будет с оружейного, это уже совершенно другая история. Минус Шира, вот здесь спокойно, с ноги выходят двое с ямы, с ковров пойдет кикер, коннектор уже залетает, Джеймс мог десятым, и там же флит с калашом. Ну вот, Джеймс немножечко пострадал, но флит вырубает акселя, бустер обходит, кстати, в спину. Ну, ладно, Нафаня немножечко тянет время, оба красные, и Нафаня и Хоббит, 25-18% здоровья, и бустер вот в спине, в ковры аж идет, посмотрите, но тут надо еще куча времени, чтобы он там на шифте все это прошел. Но бомба не стоит, она только сейчас вот ставится, поэтому... Ой, я как все слышал, слышал, что под коврами, сейчас дать минус и подобрать бы пушку. И выходит он с ковров, как раз таки сейчас по фейму работает, но кикерт, как же вовремя разворачивается на звук, прикрывает своего тиммейта, фейм. Как раз таки делает минус после этого Панафаня, Хоббит пытается тут в смачке щель кого-то найти, но флит находит его раньше. Третий раунд для аутсайдерс, но я бы не сказал, что все достаточно просто было в этих раундах для них. Ну и сейчас первый байраунд. Интересно очень посмотреть именно за ходом развития событий, именно начиная с этого раунда. У Джейма не появляется снайперской винтовки, зато появилась снайперская винтовка у Широ, который на прошлой карте 30 фрагов дропнул. Да, ну как бы, наверное, это ожидает. Сейчас команда аутсайдерс и посмотрим, как это Джейм будет контрить вместе с игроками команды аутсайдерс. Сразу же игрок перед ямой, игрок в коврах, это Кайрон Кикерт. Бомба в РСП тоже двигается сюда в сторону ямы, там Пуш Медла контролит флит уже перед подвалом. Там уже начинает проверять потихонечку фейм. И по ходу, ну такой вот будет выход, по идее, яма, ковры, и там парни должны как-то занять центр и зайти в коннектор. Но вот с этим могут возникнуть проблемы, там все-таки пока укрепление обороны. Хотя после смока, да, на голову уходит Широ с АВП уже принимать ковры, туда откинут молик. Очень знакомый раунд от Cloud9, сейчас они напрягают яму, дают сейчас флиту поработать вместе с феймом на центре вдвоем. Флит уже дал первый минус, палит Акселя, должен сейчас фейм идти запрыгивать на бенч. Это ждет Акселя, Аксель ждет, дает минус по фейму, 4-4 ситуация. И мы видим, что бомба потихоньку сдвигается в сторону ковров. Один лишь Кайрон будет напрягать с ямы этот выход, флит вообще уходит с центра. Тичь, кто прилетел с АВП, 35 хп остается, да, Широ знает про ковры. Хоббит уже ждет, что кто-то полезет на Тетрис, там уже выходит Кайрон. И куда идет бомба на Б, все-таки будут фейковать или нет, бомба в яму. Я думал прям сложный фейк будет, но люрк присутствует, флит, но бустер идет за люркером. И сейчас, если он его заметит, это будет вообще жесть. Ну, он уже пропрыгнул на точку, говорит, пацаны, Б, свободно. Но он пойдет в спину, да, время мало. Ему надо просто идти в спину, время мало. Тут в спину идет Аксель, там все атаки. В спину идет у нас параллельно и флит в защите. Ну и может быть удивит сейчас Хоббита и вскроется плент. Абай уже слышит, отбивается сам Хоббит. 9-8, ну все, тут под бомбу заходит Аксель и все тушит. А то даже и без Акселя уже разобрались. Столько-столько шел, напрягался, а там парни сами справились. И вот он сразу же первый оружейный раунд уходит команде Cloud9. Ну что, отмечаем Акселя, он там уверенно отыгрывал после потери тиммейта в шорте. Ну и, конечно, дальше вся команда сыграла хорошо. Приходилось в флиту спешить. Ну, конечно, он мог последние секунды как-то на шифте сыграть, даже забайтить на установку бомбы и убить Хоббита в спину. И как раз таки потом с КТ уже было бы этот клатч-момент постплент доиграть намного легче. Но вот видишь, все-таки думал, что его идеи этого слышали просто в джангле, поэтому бежал до конца. Нет, в начале говорил, что ему там нужно капитанить адвлекаться. В принципе, Широ-то тоже нужно капитанить. Но он как-то так налегке вот играет, но прям вот не скажешь, что ему как-то сверхсложно. Наверное, Нафаня был в шоке с того, что Аксель отдал мидл в какой-то момент и его убили в спину. Хотя это достаточно стандартная страта аутсайдерс. То есть раскинуть дымы коннектор окно, начать напрягать яму ковры, и потом выходит как раз таки эта двойка на мидл, начинает потихонечку заходить в коннектор вот такими волнами. А так они играют с разных сторон. Так, ну давайте посмотрим, что тут придумают команды. Непростой бай, два Галила, два Калаша, Диггл, Кайрон. И вновь, по-моему, двое там, да, идут в сторону ямы. Один ковры. Кайрон вторым, кстати, пойдет на ковры. Так что три ковры сейчас будет у нас. Бомба вроде бы в яму. Центр вновь занимает Клауд Найн. И как-то вот без центра, конечно, такой раунд не так уж и легко выиграть. Но смотрим, что будет делать Фейм и Флит. Как Широ заметил, уже подвал. Видишь, охраняют на центре тут Широ. Дают ему играть в ту игру, которую он хочет играть. Три ковры стоят аутсайдерс, но пока никуда не спешат. Все-таки ждут какого-то контакта на центре от своих тиммейтов. Ждут инфу по сетапу. А тут три игрока сидит. Фейм начекал Широ и не будет играть в подвал. Ну и, соответственно, центр тоже из-за этого не играет. Кикерт уже начинает работать с ковров. Хоббит шикарно тоже действует. Забирает Кикерт. Он тут оставался один на точке. Понял, что тут тиммейты там надолго в центре. Поэтому отошел вот от этих ковров подальше. И очень важный минус также сделал. Ну и три в пять. Пятьдесят секунд для аутсайдерс. Ну, бомба вроде не светилась. Да, она в коврах. В яму пошел Дамкайрон. Ну и все-таки Аплэн попытается доиграть. Так, Флит все-таки остановил агрессию. Сорок секунд. Выход на точку А, где будет принимать Широ с АВП и Хоббит уже под коврами. А нет, он на лестнице. Он сверху. Тут смок. Ой-ой-ой. Что делать? Атаки. Сейвить? Двадцать семь. Знаешь, просто сделали такой блок в бедле команда Cloud9 на троих. И Фейм вроде плечиком начекивал постоянно Широ и должен был давать эту информацию. И почему не вышли именно втроем с ковровым аутсайдерс, непонятно. Потом, кстати, Фейм от этого АВП и умер в подвале. Так, ну что же. Спокойный раунд для Cloud9. Попадает Широ, да, попадает Хоббит. И на этом, в общем-то, атака остановилась. Один ХП у флита. Три девайса сейвится. Но, как бы, все равно на оружии мы видим, Cloud9 начинает потихонечку отыгрываться. Забирают второй раунд. Но, опять же, сложная, долгая встреча. Все про это говорили, что карты будут такими не самыми быстрыми. Две думающие команды, которые знают, кто играет. И прашить, ну, обычно не свойственно этим коллективам. Да, очень редко мы такие раунды замечаем от двух коллективов этих. Но иногда они бывают. Взрывоопасны. Да, взрывоопасны. Ну, Аксель тут, наверное, более взрывоопасен, чем любой другой игрок на шарте. Тут уже B больше ждут. Да, два опорника в точке. Аксель довольно агрессивно действовал. И, в общем-то, остается пока еще в этой агрессии. В центре Широ забирает Кайрона. Ну, как-то все тут довольно просто. Да, АВИК сместили тоже на B в этом раунде. И Бомба вообще пока что атака уже забывает в своем респауне. То есть, там, кому-то нужно было, по идее, забирать. Но теперь придется, да, менять планы. Пойдет, видимо, Джеймс сейчас. Он красный. Иногда эти команды меняют темпы, играют быстро. Но это, в основном, не какие-то прям фаст раунды. Фаст Б, фаст Ям или что-то такого. В основном, это просто сплиты, которые там делаются быстрее. Условный зажим с двух сторон, но который делается быстрее. И это делается после того, как какая-то именно конкретная точка крайняя напрягалась очень сильно. И, то есть, таким образом они заставляют команду оппонента играть, делать фокус на нее, а сами через центр быстренько заходят на другую. Но, я думаю, мы увидим похожий раунд, кстати, в этой встрече. Так, там добыли еще один девайс. Девайс Акселя, по-моему. Ну, давайте смотреть, что решают. Решают играть B. Ну что, на B бустер, где он там в уголочке, да, возле лавочки сейчас просто сидит, смотрит, ну и шорт, и выход с ковров там. Кикерт отвлекает на себя внимание. В соло тут, можно сказать, трех игроков сдерживает. Но они уже понимают, там пошла инфа от бустера, что у него, ох, хорош, тут ловит, видит бомбу, которую скидывал игрок сверху. Ну и надо просто не пустить, да. Игрок Акпленту, Хоббит забирает Фейма, и Кикерт, ну, понимает здесь, да, снайпер Широ, что кто-то тут был, правда, ой-ой-ой, тут можно Авикс сейчас потерять. Ну, все. Можно было и после времени умереть, и с 1300 следующий раунд начинать. Ну, тоже с другой стороны, да. Сейчас Широ там уже рвался, там еще постреляться, но не хватило времени чуточку. Так, и что делать, аутсайдерс, пока только вот пистолетка, да, антифорс, все, что работало, на девайсах ничего не получается. Третий раунд за Клауд Найн. Хоббит очень вогребно пришел на Б, засейвил в какой-то мере бустера. Хаешечка на центр прилетает, и Широ дает уже первый минус АВП. Понимает, что ФМ где-то рядом, второй минус от него, Аксель, Шарта, как всегда выходит без шансов, ставит своим соперникам. Понимает, что где-то у подвала есть еще один игрок, ставят и ему по голове Джейм последний, умирает от Нафани вот такой вот. Быстренький у нас экономический раунд отыграли аутсайдерс. Ну, да, полетели на центр, но тут все-таки соперник продолжает играть агрессивно. Отличный отстрел, без потерь, плюс деньги для Хоббита и команды. Широ все попадает, вот только есть у него шанс, да, он тут не оставляет каких-то вариантов своим соперникам. Все, залетает у АВика Аксель, опять же, отлично играет. И Шарта, там пора бы ему немножечко как-то поменять, да, вот стиль, может быть, там от лифтов уже начинать отыгрывать, потому что его уже там ловить начнут скоро аутсайдерс. Ну и смотрим, куда в этом раунде пойдет вообще Аксель. Он на А, все, он на А, вообще на ниндзю сел. Это, кстати, неплохая тема, учитывая то, что они играют как раз-таки вчетвером. Видели Акселя там каждый раунд, привыкли, что он там играет. Они прочитали. Да. Да, просто засада на А уже сразу же ждут раскидку Аплента. Вот если поверят то, что делают, то вот сейчас говорят, все, в центре никого, там на Б никого. Все, начинается раскид. Ниндзя приготовился, там Аксель очень важен в этой ситуации. Он может тут половину киллов сделать. И уже в дефолт прорывается игрок атаки, Хоббит делает первый минус. На себя всю атаку стягивает. Аксель открывается, убивает флита, знает по нему информацию. Фейм забирает Акселя, и уже ситуация становится немножко интереснее. Три в три, фейм красный. Нафаня играет с голов, смоки закончились. Широ уже с КТ пропикал, никого не увидел на сайте. А команда Усайдер с тем временем уходит на Б. Так, ну, по крайней мере, они, может быть, и на Б, и одновременно спину себе проверяют. Потому что в любой момент там соперник играл агрессивно в центре. До этого и мог ворваться в центр. Но сейчас понимают, что никто не поджимал, а значит, это шанс проскочить на точку. Потому что, опять же, Аксель сидел там на Ниндзе. Сейчас там совершенно другие игроки. Ну что, в шарте Бустер. Он-то на своей позиции как бы остается. Но тут уже прям выходит практически на точку соперник. Надо смотреть. Ой, Бустер уже спиной его заметил. Фейм. Он до сих пор смотрит. Да ладно. Да ладно, а как? 30 секунд прошло. Нафаня тут спрыгивает ладер. 3 в 5. Просто 3 в 5 от Аутсайдерс раунд идет. Джейм в упоре. Слышит Нафаню. Джейм перестреливает. И раунд выигран. 4-4. Пока очень равная, сложная борьба. Все-таки первый оружейный раунд для команды Аутсайдерс. Причем они выиграли тот раунд, где их просто прочитали, ждали. Где соперник дал два энтри. И они 3 в 5 все это перевернули. Да, и так хорошо все было для них. И пропущащего за искру убил Хоббит. Аксель открылся, сразу же убил игрока под коврами, которые Молли как раз таки и давал за искру. Но вот не хватило жангла игроков с голову. Наверное, надо было какие-то флешки прокидывать, врываться лавочку, уже помогать. Ну да, надо было помогать, потому что там сразу же ответ пошел. Феймкикер, по-моему, да, сделали эти киллы. Не получилось больше минусов. А потом, конечно, может быть, не повезло Акселю, что вот так вот на него уже смотрел игрок. Ему пришлось стрелять, да. Он, наверное, бы выходил и ждал более интересного момента. Вот повтор забирают Хоббита. И сразу же, да, Фейм забирает Акселя. И все переворачивается. Ну и Бустер как-то вообще не смотрит Б-Плэнс. Что-то они тут напряглись на центре. Хотя уже, как ты отмечал, там очень много времени прошло с того эпизода. Ну, что ж, походу нет паузы, нет. Игра продолжается 4-4. Ну и смотрим, что поменяется в этом матче. Где-то Аксель. Аксель все вернулся на шорт. Флит на центре больше просто иллюзию занятия этой точки на карте создал. Тем временем опять раскидывается коллективом Аутсайдерс. На Фане дал смог в ковры. Хоббит играет на балконе. Будет встречать там Кикерта. Ну и смотри, Аутсайдерс раскинули. Дали еще и молики на между, молики на лавочку. И не вышли. До сих пор не было ни одного смока в КТ. Но у них еще остается два смока. Но кто будет бороться с этим Широ? Кто будет выходить на 90 и забирать КТ? Так, мы ждали смок до защиты второй. Потому что защита обновила в коврах этот дым. И все-таки пришлось подождать. Потому что Кикерт так бы очень сильно рисковал. Вот Кикерт начинает проверять. Не заняли тут позицию. Меняет угол. Понимает, отсюда вылетала ХАЕшка. Тоже ждет. Центр говорит никого. На Б тоже тихо говорит бустер. Поэтому тут, конечно, нужно по-прежнему ждать этого врыва на Аплэнд. Игрок в коннекторе даже вот уже смещается в джангл. И в этот момент начинается раскидка. Посмотрим, как это играет Нафаня. Какое все-таки решение он принимает. Глубокие смоки прокинулись. Между фейм разменивает. Сразу же его забирает Широ. Выходит Джеймс Ямы. Стопует его флит. Но Кикерта не удается дать пока что ни одного кила. Широ выходит за искру. Нагло отыгрывает этот момент. Ждет инфы от своих тиммейтов. Вот уже прыгает на голову Джеймс. Забирает Нафаню. Широ не попадает. Тут уже никак ему не уйти с этой позиции. Нужно ждать тиммейтов. Нужно ждать бустера. Флешки он тоже не дождался. С двух АЕ его забирает. Аусайдер-бустер Джангла наваливает много урона. И Аксель сделает точку в этом раунде. Пингнул с голову последнего. С трудом, но все-таки взяли этот раунд. Казалось, может быть, получится и попроще. Особенно после минуса Нафани по Кикерту, когда он там вырвался из Джангла в смоках. Я уже думал, ну все, тут уже легчайшую доиграют. Но еще получилось тут зажать Широ. И все-таки навязать такую нервную концовку, где была даже ситуация один на один. Но вновь Аксель, опять же, хорошо играет. Уверенно сделал этот последний килл. Проблема по закупке небольшие. Тут АВП. Галил, два калаша, Дигл. Но это все вторые арморы. Ну и, конечно же, вы по-прежнему ищите матчи с быстрыми дайвами на кавер ДжиДжи, друзья. Широ в окне. Вновь агрессия в центре. Аксель пушит шорт. Коннектор отыгрывает Нафаня. За апельсинами тут пытаются найти флита. И у флита вообще не летит. И Акселя тоже как-то долго там летело. Но Аксель... Он подстраховал хорошо шорта, потому что Нафаня мог и не дать этот минус. А, Нафаня, да, не летело Аксель. Вжарил. Капитан команды Cloud9 не блистает своей стрельбой. Зато блистает Широ, который продолжает доминировать на карте с АВП. Джейм наконец-то его находит, разменивает. Но ситуация 3 в 4, и очень она тяжелая для аутсайдерс. Потому что, ну, с ковров особо с АВП ничего не распикаешь. Решают они выйти просто на центр. Можно проверить там последних луркеров, возможно, оставшихся у коллектива аутсайдерс. И уже дальше будут готовиться непосредственно к ретейку. Есть смок-топ-коннектор. Полетела флешечка. Врываются два игрока. Нафаня отходит в смок. Фейм. Есть пропик голов. Ставится бомба на шорт. Джейм как же вовремя выходит с КТ. Отстреливает Акселя. И ретейк теперь будет идти. Два жангла, один с КТ. Будет приходить бустер. Нету гранат. Приходится полагаться только на какой-то сухой АИМ. Нафаня первым с лавочки идет пропик. Хоббит до сих пор ждет игрока со спины. Нафаня есть первый минус. Джейм. Какой досадный промах. Нафаня второй минус. И остается один фейм, который обходил с ямы на шорт. Но успеет там Нафаня датыфузить бомбу. Понимает, что именно пытался сделать фейм. Увы, не пожили достаточно кикер вместе с Джеймом. Возможно, если бы Джейм как раз таки дал один фраг, немножко пожил, это бы дало бы время. Оказалось, уже все. Атака сейчас перевернет этот раунд после минуса Джейма. Но нет. Четкая игра. Нафаним. Давайте посмотрим еще раз повторчик. Вот тут получилось у него Джейма убить. В принципе, был фраг на раунд. Шикарный эпизод, друзья. Но продолжается борьба на второй карте. Для тех, кто недавно подключился, там не проверил пока счет. Напоминаем, Cloud9 выиграли свой выбор в Vertigo со счетом 16-9. Ну и сейчас у нас пока что плотная борьба в первой половине. Вроде бы получается тут и в защите у Cloud9. Но так с переменным успехом. У Аутсайдерс тоже порой заходят раунды за атаку. Но как-то вот вся эта серия раундов на Ану вроде бы заканчивается. То, что Cloud9 немножечко отбиваются от своих соперников. Ну давайте посмотрим, что будет дальше. Тут по-прежнему есть бай для команды Аутсайдерс. Ну и в центр пошла играть атака. Два смока, окно на старт. Флешка. И Нафанин лучше уйти, да. Уже под коннектором Джейм. Проверяю, там нет минников в подвале. Тут уже с шарта засветился Аксель. Вот такая смена темпа от Аутсайдерс. Против них доминировали Cloud9 в миде. Аксель постоянно давал минус шарта. Хорошо они прокидывали молики и хе-шки за ящики в мидле. А сейчас играют более пассивный дефенс. Видим мы широ на КТ. Видим опорника в упоре. Кстати, Нафаня понимает, что Джейм занял коннектор. Услышал, как он подгорел в молике. Флит как раз таки занимается тем, что занимает ладер. Так, Аксель пойдет проверять, видимо. Ой-ой-ой. Полезет, умрет, как мы видим. Клип тут слишком легко для себя дает фраг. Еще и Кикерт убивает. Джейма видит Нафаня, забирает его. Хоть как-то выровнял эту ситуацию. Широ перетягивается сразу же на базу Б. Читает очень хорошо этот момент. И посмотри, Cloud9 сейчас могут стакнуть эту точку втроем. Ну, если поверят в свой кол, там все-таки остается Кикерт. Сначала он вроде хотел с командой побежать, но в итоге смотрит сейчас ковры. Еще возможен разворот на Аплэнд. Так, в центр уходит Атака. Сейчас Кикерт там пока еще Смок. Да, уже все, Смока нет. Ну, тут сложно будет в джангле, конечно, Нафаня. Пусть хороший тайминг, какой ловит, но не удалось ему забрать флита. С коннектора уже заходит Фейм под Молик. Кучу инфы дал. Да, то, что уже к вам выход Нафаня. О, тут Смок вообще без шансов. Ну, разве что вылететь из Смока и поймать этот момент, вырубить Фейма и второго. А сможет Ли. Есть минус по бомбе, и там еще Широ... Все, бомбу надо выбирать. 10 секунд, 9. Бомбу забирает Кикерт, просто в планте как угодно будет ставить. Ну, и как же перевернули вновь раунд Широ и Бустер. Кикерт один, выходит, пикает Бустер, разобирает его. Есть релот, есть пик, еще один, но Широ оказался сильнее в этом моменте. Клоуднай для себя берут очередной какой-то раунд нереальный. В один, да, опять концовка, один в один, опять вырвали. Аутсайдеры все делают неплохо. И смачок на джангл был, Молик в шорт был, Флит остался, контролил шорт с позиции коннектора, который, ну, перепикать вообще почти невозможно. Был еще Кикерт в коврах, и вот мне интересно вот за этим моментом посмотреть. То есть Бустер на таком бешеном имя вырубает позицию флита, Нафаня врывается смок, убивает бомбу, а там осталось дело за малым. Два в один, доиграть против дефолта. Видим, как Нафаня заряжает свою команду эмоциями. Седьмой раунд они уже берут в первой половине. Но посмотри, аутсайдерс бай, следующий бай, следующий бай. Не дают они даже немножко подхилить своим соперникам. Тут нужен такой уверенный какой-то раунд от Клауд Найн, чтобы уже тоже они не переживали за свою экономику. 4-7, уже врываются Клауда вперед. Но опять же, тут одна ошибка, и аутсайдер сразу же догоняют. И пятый, и шестой автомата могут забрать. Хотя нет, там у Ширы 4-550. В теории и АВИК может купить и раздать с него, либо хорошо раздропаться. Но об этом попозже. Попозже пока что так вот более-менее дефолтно стали команды. Хотя нет, смотрите, там второй на Б у Клауд Найн. Ширы с АВП уже на этой позиции. Ждут больше раунд под Б. Но ничего такого мы не увидели. Ковры, яма, двое перед коннектором. Бомба второй будет в яме. И еще чуть-чуть, и начнется заход на АПЛЕНД. Надо как-то смещаться. Уже неприятные такие позиции. Ой-ой-ой, тут зацепили на Фаню. Джейм еще все классно делает. Скавров урубает джангл. Но там ответ от Акселя. И тут еще все-таки Фейм выигрывает эту дуэль. Будет перестреливаться с Акселем. Аксель вовремя занимает свою любимую позицию. Убивает бенч. Джейм. Скавров работает. Никого пока не находит. Хоббит убивает корона на троне. Бомба падает. И Керца с мака встречает Акселя. Два в два ситуации. Но два красных игрока-аутсайдер. 40 секунд на таймере. Будет ли разворот? Бустер. Он решил, что первого выбит бомбера. Знает, что игрок в коврах убежал. И... Ну и зная своего тиммейта, я думаю, что он догадывается, что на сейв ушел Джейм. Ну там побежал уже Абай выключать телевизор. Успеет ли закрыть дверь эту. Ну да, позиция неплохая. Тень нет. Тут ее нет. Ну и Джейм понимает шансы свои с четырьмя хп. Понимает, что времени мало. Бустер переиграет его стопроцентно в этом эпизоде. Поэтому идет на сейв. Ну, все-таки не получилось как-то доиграть этот раунд команде аутсайдерс. Все понимали здесь игроки обороны. Да, был момент, когда там кто-то вышел на головах из смока. Но думаю, что Айвик в коврах, а бомба была на Тетрисе и было очень мало времени. Но, наверное, подумал, что он пошел за бомбой и хотел как раз занять пространство. Но немножечко раньше. На троне ошибся, мне кажется, игрок, который наверх залез. Но все-таки достаточно... С бомбой, да? Да, очевидный спот, который отыгрывал Хоббит за тикетом. И как не отдать фраг такому игроку на тикете? Просто не лезть на трон, не прыгать на голову и все. Ну, Аппенджин полез. И двойное преимущество уже находит для себя Клауд Найну. Ну и аутсайдерс, по сути, получилось на данный момент выиграть только один оружейный раунд и старт матча, да, с пистолетом. Ой, а кстати, Анафаня только что не увидел, по-моему, игрока и делается быстрый буст в окно, который Широ никаким образом ждать не должен. Сразу два минуса дают аутсайдерс. Флит берет авик, пропикивает под коврами. Тут Хоббит один остается на сайте. Уже ребята возвращаются за бомбой, занимают аплент, прогоняет. Тут ребята уже сейвят, потому что денег нет на следующий раунд. И вопрос, пройдет ли тут Хоббит, уже нет, уже нет. Находит его флит, делает минус с АВП, ну и проблемки по экономике. Тут надо Клауд Найну обсудить, что делать дальше. Пятый раунд забирают аутсайдерс, на руках остается МПшка. Знаешь, достаточно такой стандартный раунд, если возвращаться на годы назад, когда не было вот этой вот лавочки под окном. А теперь эта подсадка на самом деле стала еще более актуальной, потому что никто не ждет на первом тайминге буст в окно без шума, понимаешь. На этом как раз таки сыграли. Аутсайдерс там еще повезло с тем, что Нафаня начинал в окне, Широ тоже там начинал возле окна. Никто не смог отыграть в коннекторе. Но даже если бы там кто-то играл, скорее всего он бы играл бы под смок, и за смоком бы прошли игроки атаки. Так, тут идут выбиваться девайсы, у самих там денег немного, но понимаешь, что раунд выигрывает, там все равно докупится, а вот выбитым лишние какие-то пушки из защиты было бы неплохо. Но пока Аксель остановил одного, видит АВИК. Только кто-то убежит, бустер убежит с АВП в итоге вообще из этого капкана. Ну, хоть что-то для Шира. Неплохо. Ну, начинает немного отыгрываться аутсайдерс, есть шанс еще немножечко раундов заработать, и все-таки потом тебе играть в защиту. Ну, посмотрим, сколько в итоге. Вот получится сейчас забрать шестой, будет вообще очень круто. Тут два кафорта с одним АВП, или что? Это бай. Это бай. На последнее я понимаю, что на 15 раунд там не будет особо денег. Лучше взять два форсбая, шанс на выигрыш в этих двух раундах будет, конечно, повыше, чем делать АК, а потом закупаться. Или просто сейчас выиграть раунд и спокойно докупиться в последнем. А здесь аркада, а тут Фамус уже говорит привет, ребята. Второй минус, ну, и третий вообще фармилка разрывает. Флит вообще не знает, что делать, надо убегать с бомбой. С ямы вышел Джейм. Ну, кстати, Agile Plant сейчас еще и спину может забрать на Фаню. Ну, под такой рэшбэ ты не ждешь, что игрок выйдет на А, и как раз таки этим пользуется Джейм. Забирает на Фаню, прокидывает смог топ-коннектор и, посмотри, выходит на ящик. В коннекторе дальше идет на мидл, а там Широ, которого он забирает в спину. Ну, а теперь игрок номер 9 Хоббит может уже поближе в КТ. Да, там я уже думал спину будут поджимать, но как-то думают, что Флит где-то еще здесь, потому что видели игрока с бомбой. Тут уже меня ставят, говорит Абай, и хорошо попал по Джейму. 10 хп оставляет этому игроку. Есть минус по Хоббиту и Флитс сейчас самый важный игрок в этом клочке, потому что именно у него 100 хп, именно у него присутствует коктейль Молотова. Ну, по нему есть точное понимание, что он там где-то в КТ один, и где-то тут битый Джейм в планете. Ну, Джейм, как мы видим, не лезет. Бустер пропикивает КТ. Ой-ой-ой, какой тайминг. Джейм дает минус. Киты есть у Бустера, но надо пойти задавить. Да, получилось очень легко, и это девятый раунд для Клауд Найк. Да, с 10 хп тут на троне вообще никаких шансов не было. Единственный шанс это как-то нагло пикнуть, поймать тайминг, когда именно игрок на тебя от дефенса бежит. Но даже при этом всем, там за КТ раньше видишь угол. Ну, Бустер молодец. Вот на шифте прошел в КТ, забрал флита, поймал хороший для себя тайминг. Ну и вот, если так посмотреть, вот на этот раунд Аксель убил с первым армором игрока. Хоббит в голову Джейму стрельнул, у него тоже был первый армор. Вот это вот как раз-таки дефицит каски, и, мне кажется, порешал многие. Так, ну и что? Теперь уже нормально все по закупке у Клауд Найн. Уже с Галилом бегает Фейм, там не все, может быть, гранаты. Ну, нормально, и там, и там есть девайсы. Давайте посмотрим все-таки. 10-5 это хороший результат для Клауд Найн. А если они так же, как и Outsiders, возьмут там Star 3-0, ну, это почти победа, может быть. Но с другой стороны, Outsiders тоже могут хорошо защищаться. Посмотрим, как у них сегодня будет игра идти, и вообще, что они там будут делать в защите. Так, безцентр на этот раз для Клауд Найн. Под коврами отыгрывает Шира. Там рядышком также с плунта играет Хоббит. В джангли мы видим на Фаню. Бэплэн вдвоем вообще там возле машины пока что. Ну, и посмотрим, как пространством будет пользоваться команда Outsiders. Там под Б есть, да, Кайрон. Ага, на него пойдет сейчас пуш. Ну, смотрим, перестреляет он тут Эмку и Фамос. Главное сейчас не дергаться. Кайрон, ну, выпад какой от Акселя хороший. Есть первый минус. Можно забрать себе Калашников, отдать Эмку бустеру. Дали смок, забрали Калаш. Ну, Флит, понимая, это все занимает ладдер на халяву. Понимает, что именно два игрока бы сайта пушили. Ну, там вроде бы там в джангли смотрят уже на Фаню лифты. Ну, это будет просто выход, что 2 плюс 2. Нет, уходит Фейм через подвал третьим игроком. У Фейма все гранаты, да. У него там все половины. Рассчитывают на то, что после поджима бы дома как раз таки уйдут и стакнута плент. Клауд Найн. Аксель. Увидел Калашников. Что нам пришли? Устер, есть от него первый минус. Джеймс сразу же дает размен. Флит, там уже шарта прорывается за плент. Аксель, еще один минус. И еще, возможно, один. Да, есть от него три минуса. Флит, понимает, где находится Аксель. Просто ждать, тянуть время, пока придут тиммейты. И уже соперник не успеет, по-моему, забрать бомбу. Да, она наверху тут без шанса в любом случае. И хорошая половина для Клауд Найн. Ну и, опять же, всего лишь два оружейных, да, в итоге получилось забрать атаки. Да, и как же Аксель даже доиграл вот этот вот микромомент. Понимает, что могут его нашить там под колесом на машине, вовремя запрыгивать наверх. Еще байтит на себя, внимание, там лишние две секунды, за которые успевает его тиммейты перетянуться и убить последнего оппонента в бок. Вот такой вот неплохой старт от Клауд Найн. 10-5 за КТ. Теперь в атаке придется, в принципе, доказывать, что мы готовы играть эту карту. А Аутсайдерс надо за дефенс немножко подсобраться, ключевым игрокам опять включиться и Авику начать делать больше фрагов. Да, и желательно, наверное, еще один старт, вот, да, выиграть в половине. Теперь нужно вновь там брать либо пистолет, либо форс. Ну, давайте дождемся пистолетный раунд. Посмотрим, все-таки отыграются ли еще Аутсайдерс, либо будет какая-то уверенная победа сегодня со счетом 2-0. В исполнении Клауд Найн. Небольшая пауза, скоро вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, вторая половина маппика Аутсайдерс, карта Мираж. Первую сторону они проиграли 5-10. Сейчас придется за защиту очень сильно потеть, потому что решается судьба именно слотов плей-офф. Команда-победитель попадает сразу же в четвертьфинал, а команда проигравшая попадает в одну восьмую. Поэтому этот матч достаточно важен. Ну да, там один матчик, и ты уже топ-4, буквально останется выиграть. Поэтому, конечно, стоит здесь поднапрячься, подсобраться. Но Клауд Найн сегодня играют хорошо, поэтому тут легкой победы явно не стоит ожидать. Аутсайдерс, да, наверное, они и сами не ждут. Но, как мы и говорили в завершении первой половины, было бы неплохо выиграть старт Аутсайдерс. Классический пистолетный раунд от Клауд Найн, смок топ-коннектор, есть по 250 у Широ на коврах, три игрока в яме, ну и флешечка в джангл тоже будет иметься. Видим, у Кикерта в упоре. Как раз-таки береты будет он залетать на Широ, смочок у Кайрона. Пока все неплохо смотрится именно для Аутсайдерс. Вот именно вот эта вот перестрелка, если она выигрывается Кикертом, то Клауд Найн будет очень тяжело. Кикер поехал в ковры, забирает сразу же Широ. Есть информация по нему, Джеймс КТ. Ух, Джейму прописали. Надо Джейма пушить, из ковры уже никто не поможет. По флешечку хорошо Кайрон помогает Джейму. Кикерта пока настреливает игроков команды Клауд Найн, занимается КТ сейчас. Так, Абай, ну сложно будет сейчас на глоках, пэшку потеряли, обидный момент. И Абая сейчас уже чуть ли не додавили, но ему пытается помогать Аксель. Кайрон у него первая половина не пошла, 4 кг мы видим, но может быть сейчас нет. Что? Что? Фейм забрал вообще Кайрона, Фейм забрал Акселя, Фейм забрал Хоббита. И 2 в 3 еще можно потащить в нужный минул бусер, один и не залетает. Залетает у флета и что это? Второй пистолетный раунд для аутсайдерс. Пока он их иставляет в игре. Но была бомба. Пока у нас был такой хаос на Апленте, мы не заметили один микромомент очень интересный. Нафаня, который раскидывал как раз таки на выход смок и флешку, после того, как кикер забежал в ковры и убил Широ, Нафаня пошел через яму в ковры и пока кикер там наваливал какой-то урон, пугал, кошмарил игроков в С9, он просто зашел в спину и забрал его. Но это особо на раунд не повлияло, так как фейм с флитом раздали 4 хэдшота сильных. Да, не получилось там как-то по стрельбе больше удивить. Вот Широ явно не хватило, босса пистолеток вырубил кикерт. И да, то, что нужно, получили сейчас Outsiders, ну и наверное Cloud9, нет, Пауза Outsiders, третья. Я думал, все-таки Cloud9 тут будут шифровать себе и дополнительное время добавлять на то, чтобы обсудить этот форс раунд. Ну там все просто, мы видим тег, 4 Галила. Самое главное, там не все игроки пока закупаются, возможно как раз таки этот момент решают. Понимаешь, что Cloud9 будут брать там форс какой-то с калашниковыми, либо же закупать вот этот Галилбай, который мы видим сейчас на экранах. И надо что-то против этого придумать, потому что скорее всего именно атака будет выходить на центр, пытаться навязать там борьбу, какие-то размены. И мы видим, что два игрока начинают в окне. Ничего нового не случилось, как же флип только что подставился, и у Джейм остается 31 хп фейм. Шарта выходит, надо какой-то тут разменчик давать, но не рискует он играть один. Приходит с Б, игрок забирает кольт в окне. И мы видим, как после первого минуса сразу же атака перетягивается под базу Б. Ну что же, да, там был на кухне на фан, он просто никого не пустил на поджим. Понимает, что здесь не поджимали, инфы у защиты нет. Хоббит остается леркерить в центре, у Хоббита нет гранат. Там свободный агент по медлу будет гулять. Ну а здесь уходит с магазина фейм и Джейм, ну как, недалеко пока еще, но все, уже ушли. Ушли и Б пустое. Изи просто, форс раунд для Клауд Найн. И что дальше будет делать защита? Оставаться своими девайсами, да, играть следующий раунд. Да. Ты еще не понял фейм, что уже все. Да нет, ну фейму надо точно уходить, потому что, ну, в следующем раунде, ладно, Флит может отыграть. Ему дропнут, скорее всего, фармилку, он где-то в упоре сможет поиграть, либо же вообще ему кольта дадут, а кто-то сам на опорнике сыграет фармилкой. И будет плюс-минус ровная ситуация, такая же, как и в этом раунде, только у Клауд Найн теперь будет больше раскидки. Но для меня все-таки загадка, как Флит так подставился. Может, он как раз-таки думал, что Джеймс просматривает мидл и никого не видит. Хотел пройти ближе под ладер. Ладер, возможно, сделать подсадочку. Он наказывает его за ошибку. На фанят, нашел фармилку, Флит там. Ну и, в принципе, вот такой вот простой раунд получилось выиграть в команде Клауд Найн. Проблемы там были только в начале, да, но вышли, дали этот минус. И уже никаких проблем, быстро перестроились под выход на Б, вышли, а там никого. Ну, вообще, какой-то подарок. Ну, прекрасно понимают, что там почти все девайсы остаются, и нужно один еще хороший отыграть раунд, вот выбить деньги, получить там 12-й и, возможно, и 13-й раунд. И вообще просто выиграть этот раунд и чуть ли не выиграть матч. Да, и очередной форс проигрывает аутсайдерс, но, как ты уже и сказал, не все потеряно. Кайрон с окна зажимает молик за белый, Флит с коннектора пропикал, как раз-таки с эмкой забрал хоббита. И Фейм догадывается вместо расположения на фане, настреливает по нему, оставляет мало хп. Хаешка хорошая, но надо было немножко сильнее ее прокинуть. Нафаня уходит в подвал, оставляет амакселя. Джейм, кстати, не в стандартном для себя споте находится, под коврами его прикрывает кикер. Все-таки базуа больше укрепляет аутсайдерс. Пытается прочитать своих соперников. Кайрон пытался на темку, но по итогу ничего не нашел. Так, там нафаня утащил смок, скинул его чуть-чуть дальше. У него, да, два дыма. Первый он накинул, подобрал второй сейчас. Ну что, окно, дальний в коннектор. Все показывает, что это выход на Аплент. Вся игра команды Клауд Найн. Может быть, все-таки сейчас поймут, что надо вернуться на точечку Б. Аксель накидывает молотов в шорт. Там уже идет выход, и никто не смотрит. Вообще никто не смотрит. Еще один бесплатный раунд, если сейчас Фейм не вернется. Но он пытается, да, уже вот с шорта хотя бы. Сейчас проверяет шорт. Сейчас уже надо смотреть Б. Проверяет цен. Нет, вы уже вышли. Ну, Кайрон вернулся. Окей, но у него 4 кила после первой половины. Ну, вот сейчас пятый будет. Огон. Открыться. Так, у нас какие-то технические были проблемы. Извиняемся, дорогие зрители. Есть молик на дефолт. Фейм обходит со спины. Бустер под белым отыгрывает. Фейма тут должен встречать. Но Фейм успевает сделать один минус. Бустер не открывается от него. Получает много урона с Китчена. 3 в 1 сейчас доигрывает раунд Аутсайдерс. Есть информация по бустеру. Фейм сразу выходит и берет седьмой раунд для своей команды. У них бай будет, пацаны. У них бай будет. Вот такой комментарий. Сразу же залетает от Фейма. У них 4 500, блядь. Да, хорошо считает деньги. Фейм. Там и 5. И больше 5 у 2, по-моему. Поэтому. Ну давайте сейчас посмотрим, да. На экономику. Ну как бы все понимают, что там должен быть бай. Еще один у Клауд Найн. 7-11. Тут еще незаконченная история для команды Аутсайдерс. Отличная игра Фейма в последнем раунде. 3 кило дал. Дэмэджи 281. АДР 88. Ну и что? 5 калашей. Почти все гранаты есть у атаки. Джеймс с Айвиком. Давайте обратим внимание. Ну и начинает в окне. О, а здесь уже Нафаня в лифтах. Фейм слышал. По идее. Да, быстро занял он ладер. Тем временем по подвалу проходит аксель. Занимает потихонечку центр. Возможно будет выход как раз таки на сплит базы А. Потому что Широ идет за бомбой. В пустой момент почему-то он отказался от этой идеи. Палит сейчас игрок дефенса на мид для игрока на стуле. Флит. Пропикс окна. Видит он акселя. Забирает его. Но хоббит хорошо, чтобы был рядом. Разменял. И Нафаня понимает, что окно для него открыто. Сейчас будет бесшумно спрыгивать туда. Получается у него это сделать. Ну и занимает окно. Ну как дальше-то играть в этой ситуации Клауд Найн. Есть два на центре. Есть два под б домом. Ну как-то так очевидно. И кстати палит Кайрон Нафаня. Заходит Нафаня в джангл. Разводит тут всю защиту. Стягивает троих игроков ближе под базу А. Джейм делает минус по коннектору. Ну а бомба до сих пор идет под базу Б. Я думал все-таки этот заход коннектора немного лишний. Но что ж. Возможно другое. Ждали позиции у Джейма. Ну фейкует и делает все, чтобы показать, что это выход на точку А сейчас Нафаня. А вот это важнейший минус. И что посмотрим удержит ли фейм точку. Он не убивает Широ. Хаешкой может быть взорвет. Да, Хаешкой взрывает. Но бустер. Ой, подставился конечно. Минус делал. Но 7 хп и 2 в 2. Ну может быть ответный сейчас клач возьмут. Клауд Найн. Но по хп мы видим все неплохо у Джейма. И кикер-то у них есть одна хаешка. Как раз может она залететь под бустера. Ну давайте обратим внимание. Белый или под дефолт полетит. Все-таки полетела на дефолт. Но как же она сняла всего 2 хп бустеру. Про пик есть от кикер-то. Джейм контролит ему позицию шорта. Кикер проходит на 90. Кикер палит Нафаню. Но Нафаня без шансов его сбривает. И Джейм остается 1 в 2. И происходит на экранах Джейм тайм. И ходит он на сейв. Ну да. Тут бы Джейм если бы успел поменять девайсом. И без авика все это происходило. То в принципе может быть шорт бы и отлетел. Как раз в этой ситуации. Если бы два девайса было. Хотя бы размен там 1 на 1. Какая-то игра на атаку. Вообще ничего не вышло. Важнейший раунд тащится атакой. Ну и теперь что там с экономикой аутсайдерс. Там все плохо. Надо ставить паузу. Думать что делать с этим одним АВП. Она сейчас не прожимает паузу аутсайдерс. Близки были аутсайдерс. Чтобы взять именно этот раунд. И с АВП переломить. В ситуации 2-2. Да. Вот этот минус был решающий. На Фаня не промахнулся. Важнейший хэдшот. Ну и. Действительно сейчас посмотрим. Что же там у аутсайдерс. По закупке. Да ну хватило. Смотри. Мка. Фамас. Мпшка. АВик. А что у Фейма? Юмпик. Интересный выбор. Ну такое. Надо где-то находить ближние позиции. Ну в ладере. Растягиваться по карте. Можно даже попросить туда подсадку. Но мы видим что флит именно с Джеймом идут в окно. А Фейм выбирает отыграть все-таки на аппленте с этой формилкой. Джейм уже в ладере. Включает он зум. Смотрит он позицию крана и решил в последний момент отойти. Не получилось на старте сделать килл. Сразу же меняет позицию. Ну вот в итоге МК Фамас. Один в коннекторе. Один с КТ смотрит. Формилка. Юмпик. Фейма. Под коврами. Ну и в общем-то еще. На Б. Кайрон с МПшкой. Ну и Джейм конечно с АВиком. Посмотрел центр. Все-таки решил уйти. И меняются позициями. Джейм остается на Б коврах. Но мы видим, что в этом раунде даже не факт, что там Аксель полезет дальше. Чекает. Да, он уже возвращается. Будет раскид. Апплента в центре остается на люрке Хоббит. У него там по-моему несколько смоков. Да, один в руках. Один по-моему еще за спиной. Дальний кон. Окно. Все это раскидывает Абай. И три ковры даже вот так вот будут выходить. Но тут кстати все это ждет. Сетап отлично. Сейчас у аутсайдера с три ковры будет очень легко принимать. И Фейм делает первый минус. Выходит сразу же с фармилкой. Двоим по 50 хп сносит. Флит на размене сразу же бустера забирает. Кикерт в яме. Кикерт в яме. Не ждал он пика тут от Акселя. Флита слышал Хоббит. И большинство за атакой. Кайрон влетает с фармилкой на точку. Знает, что тут где-то был Хоббит. Но его уже врубает Джейм. Два в два ситуация. У Джейма 25% здоровья. Ой-ой-ой, ловит. Делает свой шестой килл. Кайрон. Ну и что? Шира. Один-два. Шира два хп. И тащит важнейший раунд. Сейчас аутсайдерс игра продолжается на карте. Мираж. Такими волнами идет преимущество в последнем раунде. Вроде 4а стоим. Ковры выходят. Делаем первые минуса. Потом сразу же инициативу берет в свои руки Хоббит. Дает минус раз. Занимает джангл. Но Кайрон смог между тремя игроками промутиться за искру. И это очень сильно порешало исход раунда. Всего у него шесть фрагов. Но возможно эти два фрага от него с МП9 и начнут этот камбэк аутсайдерс. Так. Теперь уже это форс даже на все деньги. Шира. 2 Шайджа ему хэдшот. Вот это да. Но Молик пока ему не дает вырваться. Замечает флита на головах. Что дальше нет. Не пойдет. Не пойдет. А если там. Да. Там еще есть куча арморов. Можно Хоббиту дать калаш. У него с касочкой там присутствует арморчик. Можно бустеру на файл. В принципе сам там еще хп присутствует 74. Ну давайте смотреть. Выход на б. Очередной раунд готовят на эту точку. Ну на Кайрон ходят на новенького. Которого пока не очень идет игра. Да и Мираж мы не так часто видели. По-моему Абая заметил только что флит. Ну и что там на б. Меняет позицию Корон. С калашом уходит за плент. И дает минус. Очень важный. Седьмой. Восьмой. Сейчас поуверенно. Абай забрал флита. Зато Кайрон вообще проснулся. Все. Фейм. Шорта держит. Широ знает, что здесь двое. Тяжело будет ему тут раскрутиться. Не открываются на него соперники. Кайрон хорошую позицию для себя занял. От времени до времени чекает балкон. И что? Клоуд Найн пойдут сейвить калаш? Неужели? Ну. Или это последний шанс пройти через шорт в спину? Просто понять. Не могу сейчас. Ну бомба-то там на б. Как бы что бы тут ни делали ребята. Все равно. Но есть еще какой момент. Все закончится на б. Жейма убивали на аппленте. И там бежит Авик. Ну что. Ну Хоббиту бы неплохо подловить еще одного. Но нет. Абая выключают. И сейчас увидят Широ. Ну Широ делает минус. Так сказать Авик убежать. Но это будет уже непросто. Вот он. На месте. Но останется без денег. Но все равно 2К форс. Девятый для аутсайдер. Смогут забрать и десятый. И в общем-то борьба пока чуть-чуть выравнивается. Но посмотрим, что будет дальше в этом матче. Вторая половина так поинтереснее проходит. Все-таки на первой там 10-5. И если бы не пистолеты. И выигранный старт 3-0. То там конечно было бы очень тяжело. Аутсайдерс. Выходить на такой камб. А вот и Кайрон. У которого было 4 фрага до. Того самого ключевого раунда с МП9. Уже вырвался вперед. Обогнал кикер там. Уже девяточка. Уверенность к этому на планете Б появляется. Ну и самый важный момент. Как будут использовать. Это не 2К форса. Это еще один бай от Клауд Найн. Будут разгонять себе луст бонус. Сделать его 2 900. Ну да. И имеют в принципе шансы сейчас выиграть раунд. Многое зависит от Широ. Потому что через него именно будет играть атака. Именно он должен тут и инициативничать. Пытаться где-то отстрелить Джейма. Либо другого любого игрока. Коллектива Клауд Найн. Ну Аксель ничего не меняет. Потихоньку двигается в подвале. Хоббит там напряг немножко яму. Кинул Молик намежду. Но после этого за ручку берет бустера. И стягивается ближе к Санту. Кстати, пришли они в респ и в последний момент передумали. Походу Клауд Найн еще не определились с раундом, который они хотят делать. Дают просто Широ побегать. Аксель с Глоком еще байтит. Возможно на какой-то пик. Агрессивный соперника. Широ. Переживает за окно. Но он еще думает, что у КТ может быть авик. Поэтому боялся запикать тикет. Так, ну что. Видел ногу. Ой-ой-ой. Тут Аксель ждет. Там пошел Фейм поджимать шарта так же. Здесь Фейм минус два просто делает. И Широ уже все, его сейчас разорвут. С двух сторон открывается Фейм и Флит. Надо срочно хелпать Кайрону на базе А. А там не надо никому хелпать. Там их двое вместе с Кикер. Там они заканчивают этот раунд. И наконец-то, наверное, отправляют Клауд Найн уже на полный экономический. Ну сколько же можно закупаться? Ну да, там все-таки 2400, да. Пора уже почилить немного Клауд Найн. Но раунд без потерь был выигран. То, что нужно сейчас Аутсайдерс. Ну и как-то немножечко растеряли все преимущество практически Клауда. Учитывая еще их экономический раунд. Ну и то, как идет игра во второй половине. Тут пока не ясно, кто заберет эту карту. И уже Аутсайдерс как бы и не выглядят здесь Аутсайдерами. Они начинают реально догонять. Все получается. Да, именно так. Я бы не сказал бы, что уже на карте у нас присутствует один андердог, которому надо что-то там доказывать. Неплохо они поменяли ситуацию. Выиграли три раунда в ряд. Очень важных. Наконец-то отправили Клауд Найн на Эко. Ну мы видим, ни у кого нету наличия армора. Видим только там деглы, пэшки, Тек-Найн. И видим фулл бай у команды Аутсайдерс. Ну да, и там наличие первых армора, но это ни на что не повлияет. Шира уже погибает. Джейм его забрал в яме. Три подвала идут. Клауд Найн. И в то же время мы видим, что центр плюс-минус отпускает тут Аутсайдерс. Сейчас вот флип подходит ближе в коннектор. Фейм ему халпает. Новый молик в подвал полетел от Фейма. И посмотри, в каком сетапе ждут в подвале. Наглый пик от КТшника. Втроем в тавр вот так вот сели. Ну никто никуда не лезет. Такой будет по идее. По-моему пока кажется, что скучный раунд нас ожидает. Аутсайдерс должны спокойно все это дело принимать. Ну как бы пошли смотреть центр. Пошли проверять балкон. Смог в коннектор откинут уже. Уже в апсервер разгорело походу, да? Говорит, только не тут до последних. Говорит, пожалуйста. Фейм видит буст подкно. Со стандартной для себя позиции забирает одного. Хоббита не получилось настрелять в СПшке. Флит до сих пор играет в коннекторе под смок. Но тут патовая ситуация. С которой бустер умудряется делать один килл. Зажиму не идет у Кайрона. Хоббит его забирает. Сразу же под флешку Фейма открывается и забирает Хоббита. Да, раунд стал немножко более интересным. Аксель остается один в три с Эмкой. И посмотри, никто не знает, что он промутился в Китчен. Так, а вот тут уже могут возникнуть очень серьезные проблемы, если он сейчас кого-то в ухо подловит. Например, Джейм СВП, который, да, вот там сейчас смотрит... А, нет, все, Джейм переключился. Ну, как-то сразу не был готов к Акселю. Но самое главное, что сам не погиб. И 12 секунд до конца раунда. Тут надо как-то, да, ставить на морозе. Аксель вроде бы развел по звуку. Но там еще и Кикерт оказался с магазина в помощь к Джейму. И спокойно доиграл этот раунд. Ну что же, один раунд уже между командами. Неплохо идет вторая половина для аутсайдера. Все-таки проблемы возникают здесь у Клауд Найн. Да, именно так. Ну, видим, что у Широ появляется АВП. Но нет у него раскидки. И имеет он всего первый армор. Ну и там один из первых распанов у него на мид был. Второй все-таки сейчас, судя по тому, как он идет. Ну и на мид хотели выйти втроем. Только что Клауд Найн в последний момент передумали. Ждут молики за ящиками. Сейчас Нафаня под раундбуст и флешечку занимает за белый. Потому что молик аутсайдерс туда не попали. Напрягается база Б вот этим вот смачком в окна. В ответ прилетает молик. Но заставляет двоих игроков сейчас фокусить именно эту базу. Но там есть Джейм в шарте. Третий. Да, и вот Джейм, конечно, может тут зарешать, как его пройти. Хаешечка, молик. Выкуривают Джейма. 45 хп у него осталось. Молотов на головы залетел. И это сплит Б. Это сплит Б. Ну посмотрим, кто у нас там на точке остается. Фейм и Кайрон. Джейм ушел помогать там проверять окно на Аплент. Дальний смок уже атака отбросила. Ну и осталось, да, уже ворваться в шорт. Там вот-вот развеется смок защиты. И смотрим, что у нас произойдет сейчас на точке Б. Вроде бы и защита уже понимает. Аутсайдерс туда уже пришел. Джейм обратно. Ну, может быть, там еще как-то на Фаня промутится сейчас джангл там и в спину зайдет. Фаня как не вовремя отвернулся, Фейм его забирает. Но там есть Хоббит в коннекторе, который сейчас, в принципе, может всю атаку развернуть. Но решает Клоуд Найн все равно дальше идти. Наткнулись на Джейма. Джейм дает минус по Акселю. И вот Хоббит забирает флита. Умирает от Кайрона. И понимает, где находятся последние игроки Клоуд Найн. Ребята из Аутсайдерс. Ну, судя по всему, это тупик. Фейм тут оказался сюрпризом в этой позиции. И уже равный счет. Ну что ж. Надо что-то срочно придумать атаки. Потому что многое не работает. Неплохо было бы взять сейчас паузу. Если она еще хоть одна осталась. Можно немножко поменять темп. Потому что видно по Аутсайдерсу, что они привыкли играть против команды такого стиля, Которая медленно занимает центр, занимает все эти споты. И потом тебя сплитит. Как-то трудностей именно с этим нет. Трудностей больше именно, когда выход идет прямой на одну из точек. Да, и может быть, в следующий оружейный раунд стоит попробовать какую-то раскидку Абланта. Там банальную, но проверенную. Годами. Если сейчас соперник там в мид пойдет, поджимает. То вообще можно всем быстренько оформить. Ну, тут вообще неудача для Нафани, конечно же. В этом эпизоде ужасный тайминг. Классно поджали игроки. Аутсайдерсы вот так вот все-таки на своей карте в защите уже выравнивают счет. Отыгрывают это все преимущество из пяти раундов команды Cloud9. И уже, в принципе, вырываются вперед. Надо только справиться с форсом. Но посмотрим. Форс на Б всегда опасен. Тут Кайрон, который уже неплохо расстрелялся во второй половине. Уже 12 киллов. Сейчас полетит флешечка. Кстати, Кайрона неприятный тайминг сейчас должен славить. Нет, все-таки отходит за сайт. Никто не слепой. Фэм дает минус один. По Хоббиту не получилось отработать. Флит уже халпает на бэксайте. Тут момент истины. Сможет ли Бустер дать хэдшот с пистолета? Бустер. Есть пропик. Не получилось у него дать хэдшот. Пока не спешат с установкой бомбы Cloud9. Но там уже все игроки и аутсайдеры за плентом. Смог заканчивается на пыльче. Есть минус от Кайрона. Там еще и Хоббит не пошел. Да, он все люркерит. Но может быть вырубит, конечно, кикер-то перед коннектором. Подберет. Нет, не вырубил. Но зато Широ вырубил. Кайрона. Бустер минус. Джейм размен. Широ 1 в 2. Вроде вся инфа у него есть. И калаш имеется на руках. Ставится бомба в дефолте. 1 в 2 от Широ. Может потащить. Джейм не отпускает. Не дает ему беспалево изменить позицию. Широ 1 в 2. Есть минус по Джейму. И последний кикер красный. Ай, как же не залетела у него кикер. Все-таки выигрывает этот 1 в 1. Но как был близок Широ. Ну, найс трайм. Широ. Действительно хорошая попытка. Практически получилось выиграть этот раунд. Я опять уже поймался на мысли, что вот он уже подумал, что выиграет. Да, было такое на ИТ. Вот видишь, как ты не крути. Вроде и Outsiders хорошо принимает плен. Хорошо холпает друг к другу. Закрывается. Но все доходит до раунда вот такого близкого 1 в 1. И может сейчас Cloud9 как раз проснуться. Пойму, что на крайние точки ходить более для них результативнее. Так, ну что же. Последняя пауза Cloud9. Прямо сейчас нужно обсудить все, что можно. И уже дальше, да, только от пауза соперника все зависит. Ну, что ж. Непростой момент. Можно еще попытаться выиграть эту карту, да, и закончить со счетом 2-0. Но, с другой стороны, Outsiders, которые очень хотят также поиграть. Decider. Там, друзья, напоминаем Ancient. Ой, а вот это вот интересная карта, потому что давно мы не видели что одну, что вторую команду. Видели мы, конечно, Cloud9 на Ancient против Na'Vi, но тогда был хороший старт от Na'Vi. Там и 5-0 и в дипминсе, и 5-1 в атаке. Поэтому на ничего не получилось в том матче. А Outsiders вообще, в принципе, давно не играли эту карту. Так, ну что ж. Выход B все-таки решили отыграть еще один. Причем в каком-то быстром темпе. Тут уже так проверили Кайрона. Уже... Да, побежали просто вперед. Ну, Джейм есть рядышком. Ну, их попадает шикарно по первому. Ну, а дальше посмотрим. На 5 застопил Кайрон все своим смоком. Еще и делает минус по бусеру. Аксель заходит ему в спину. Минус по Кайрону. Занимается B-side. И достаточно тяжело будет его ретейкать даже в большинстве. Ну, да, там все фуловые. Есть и ВП в точке. Тоже может просто кого-то подловить. И уже 3 в 3. Флит ждет агрессию, которая может быть... Ну, может быть, не стоит спешить Акселю. Главное выжать. Да, сколько там? ХП 52. Ну, что, спалил позицию. Получил Молик в ответ. Но спина Широ не подставляется так же. Все, есть инфа по фейму. По-моему, знает, что двое в магазине. Аксель находит минус. Переключается на ковры. Широ должен вниз смотреть тоже и шорт не забывать. Но мы-то видим, что с шорта никто не идет. Надо кому-то дать первый минус. Надо брать на себя инициативу. Джейм попытался. Его Широ отстреливает. Аксель дает уже для себя. Второй минус в этом раунде. Даже третий минус в этом раунде. Флит остается последний. Как-то надо Джейму засейвить Авик. Ну, видишь, крайние точки работают. Даже несмотря на то, что у Кайрона Джейма получается давать первые два фрага. Аксель летит, летит. Смотри, летит и попал. Будто тогда взрыв бомбы помешал. Да, да, да. Именно он. Экран затрусило очень сильно. Не смог собраться этот флит на этот килл с Авиком. Ну, что ж. Аксель падает сразу же вниз. Ну, и 4 в 4 сразу же получается. Ситуация Клауд Найн. По экономике сверх важный раунд. У Аутсайдерс уже последние деньги. Там максимум 650. Нет, 950 у флита после его килла. Но, как бы, этих денег явно не хватит. И, если что, нужно как-то убегать на сейв. Но, с другой стороны, опять же, такие раунды. Там 4 в 4. Сейчас какой-то пойдет размен. И ты уже там один на один. И, как бы, можно всегда такой момент проиграть. Кайрон падает от Акселя. Ну, Аксель пока, конечно, жестко раздает на этой карте. Но, если, опять же, он выделяется в составе команды Клауд Найн. 24 на 19 он в топе. Ну, а фейм в топчике. У Аутсайдерс уже 27 у него киллов. И, может быть, что-то еще получится настрелять. И, опять же, вновь выход на точку Б. Но, тут мы видим уже, в принципе, второй уходит на А. Фейм в лифтах. Опять-таки, тут под крайнюю хобби. Тут на центре начинает немножко разводить дефенс. Кстати, Фейм в шарте. 27 фрагов у него может не отпустить отсюда Абая. Но Абай дальше идет по центру. Не ожидал он такого наглого пика от Фейма. Выход сразу же идет на Б. Фейм закрывается смачком, дабы его с АВП не щелкнули. Либо уходит со смака, дает в голову. Но тут Аксель. В принципе, показал всю разницу между Амкой и Калашом. Ну и все. Убегают на сейв уже Джейм и Кикерт. И важнейший раунд пока что выигрывает команда Cloud9. Просто в последний момент цепляются за Мираж. Забирают 14-й. Ну и давайте смотреть, пойдут ли искать. Ну как бы... Там вроде их хочется, но Мираж такой громадный тут. Попробуй их найди и попробуй выбить. Да, нету смысла. Пока добежишь до тех ковров, уже можешь погибнуть. На тех же самых коврах, но ты пикаешь, там стоит Джейм, который уже... Ну да. Там настреленная позиция уже тысячу раз. Куда там лететь сейчас? Да, да, да. Не тот раунд, чтобы позволить себе этот пуш. Ну и с другой стороны, это два раунда до победы. И может быть даже мы не увидим с вами Ancient, о котором я уже заговорил. Конечно, это была бы еще одна, наверное, долгая карта. Такая длинная. Дефолт, 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 медленный. Да, там за атаку на последних секундах. Причем только на последних бы игралась. Ну, может быть еще посмотрим. Кайрона не пошла вот в этом раунде. Игра... У Акселя пошла. Да, у Акселя пошла. Ну, Аксель же, в принципе, лучший райфлер прошлого сезона. Уже в рейтинге Нико даже перегнул. За 2022 год. Так, авик, МК, 2К, Форс, пешка... У Кайрона пешка у флита. 5-7, Фейм, Широ. Тут вообще пошла сразу ПВП снайперов. Никикард как же нагло выходит на центр. Посмотри, втроем будут поджимать. И последний момент Джейм своих товарищей по коллективу кинул. Нафаню тут палят в двери. Аксель тем временем просто выходит соло на Б, забирает Кайрона. Кикер дает хотя бы какой-то минимальный размен. А стоило ли Нафаня туда открываться? Подожди. А бомбу-то пронесут или нет? Тут центр-то вскрыли. Так, сейчас все решится. Походу тут под терровским респауном. Фейм уже идет с КТ, но Фейма ждут. Хоббит делает минус. Широ, как он не попал в таком моменте? Как Широ не попал? Этот килл, этот по идее уже легчайший был 15-й для Клауд Найна. Теперь им нужно спасать этот раунд. 2 в 3, когда защита сидит на бомбе. И там АВП можно подобрать. Ну все. Какой провал тут случился у Клауд Найна? Что с деньгами? Ну еще есть. Что-то есть. Еще есть. И у Широ навик будет. Но тут бустера, кстати, молик остался. Ну посмотрим, а вдруг сейчас как зажжет. Он не попал его вообще. В принципе, отрывается сразу на троих. Джейм закрывает этот раунд. Ну вот вопросы, да, на фане. Зачем было играть в мидле? У тебя человек занял бэп. Откидывай гранату. Тебя только что два человека жало. Хорошо там было сыграно. Бустер дал инфу, что Терресп жмется. Хоббит как бы убивает выходящего в спину. Но потом Широ. Какой досадный промах вот тут вот на поджиме. Слит. Так вообще вроде ничего не мешало. Как? Вот надо с глаз Широ еще повтор. Ну ладно. Не показали нам там вроде. Ну ничего. Ты стоишь. Ну моргнул бывает. Я не знаю. Ну срэфанулся походу. Или как? Просто кошмар для Cloud9. Это уже был 15-й и чуть ли не победка. А теперь... Ну надо эти мысли выкидывать с головы. Да. Потому что сейчас 14-14. Всего два раунда осталось играть в этой встрече. И лучше через два раунда как бы пойти уже и отмечать победу. Но Джейм говорит нет. Даю я энтри в этом раунде. Забирает он Акселя. Так. Сейчас ребята из Cloud9 думают как бы перезанять им карту. Но они то ли ничего выдумывать не будут и пойдут на Б. Либо же это будет дальше до игрока через подвал. А где ты убивал Жака? Я ангрубил Акселя. Я дым кон даю. Так. У нас слышно инфу сейчас. Давай послушаю. В сервере. Видишь о чем переживает? Говорит, что в кон может быть. Из-за того, что закрыто играют. Затекайте Б. Затекайте Б. Затекай еще раз. Лёх, может смок не надо. Смок на Б. Окей. По эмой Кайрону там уже остается очень мало гранат. Две флешки, одна ХЕ. Дыма нет. Молика нет. Аксмок яму тут разводят. Кикер внутри остается. Но это может проверить. Бустер проверяет. Да, делает еще жестко. С хэдшота просто вскрывается ямом. Так. Джангл плюс КТ. Тут спину ловит Нафаня. Можно развернуть. 32 секунды. Куча времени. Но тут еще остается Кайрон на точке. Нафаня убегает в шорт. В центре там уже флит воюет. Тоже проигрывает перестрелку. И уже в меньшинстве аутсайдерс в раунде, где у них был энтри килл. Ну, может быть, Кайрон еще спасет этот раунд. Но Нафаня вроде бы его ждет. Сколько хп? 18. 2 в 2. 17 у Хоббита. Широ просто с пистолетом вылетает. Здесь молик от Широ. Надо сейчас Кайрона забирать. Корун! Что у Широ не летит? Просто второй раунд подряд. И это маппоинт для аутсайдерс. Что происходит в этом матче? Это шокирует вообще очень сильно. То есть и кикер тайминг для себя неприятный ловит. И вот мы видим, как бустер вышел, без шанса его забрал. И как же хорошо они разыграли. Стянули фейма с базы Б. Хоббит еще на миде перестрелял. Но вот Кайрон, как он тут убил? Ну, с его как-то глаз просто. Но мы видели этот глаз Широ. Там он знал, что соперник красный. Молик дал. Из Глока всего две пули было попасть. Жесть. Жесть. Вообще жесть. Как же. Просто какие-то, не знаю. Мы смотрим неудачи Широ, а не концовка этого раунда. И тогда раунд могли выиграть. И сейчас просто загони. И вот с Глока 2 в 1 с бомбой уже раунд. Совершенно другая история. Ну и вот он. Последний шанс для Клауд Найн остаться еще на мираже. Это выиграть с тремя Галилами Мак-10, которые уже 17 хп. Это Хоббит и Калашик. Так, на Фаня. Он прочекивает коннектор. Прилетает ему смачок, который дает ему занять эту важную точку. Фейм. Не замечает. На Фане горит ему Молик дали. Ну, Флит, видишь, как играет, догадывается, что такое может произойти. Фейм, в принципе, должен был говорить инфу, что на Фане мог занять коннектор. Ну что, пойдет дальше там с голов играть? Нет, там уже Флит. Тут же Джек думает, как сэвить кикер-то смоком. Фит дает первый минус. Все-таки он забирает на Фаню, а не наоборот. Ну и что, друзья, мы все ближе и ближе к третьей решающей карте. Четыре кила нужно сделать команде Аутсайдерс, и они все-таки тащат эту карту. Но Аксель, подождите, вырубает Флит там. Четыре в четыре ситуация. Сорок секунд до конца раунда. Все-таки еще топы реально, особенно если бы тут еще залетело. Но Фейм все-таки делает важнейший минус. Хотя казалось бы Аксель ждал этот минус. Там еще неплохо под Б развели. Как раз таки из-за этого Акселя получилось дать килл в медле. Минус бомба. Минус бомба. 20 секунд. Но тут уже почти нереально будет выиграть раунд. Надо бежать за бомбой. Прям вот лететь и все там. Все или ничего для бустера. Хаешка. Все, без шансов Кикерт завершает карту Мираж. Друзья, с Джеймом. Это 16-14. И все-таки победа Аутсайдерс. И все-таки будет здесь Десайдер. Ух. Неожиданно. Настолько близкая была игра, даже несмотря на счет в первой половине. То, как развивалась вообще вторая половина. Это можно пересматривать, наверное, вечно. И Аутсайдеры все-таки оказались победителем на карте Мираж. И вот сейчас будет интересно посмотреть карту Эншит. А самое интересное послушать именно нашу студию аналитики. Потому что о чем они там будут говорить. ПОДПИСМЕНТЫ ОПЕДИНИЕ Продолжение следует...